И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрый я змеи, в пусты замершие мои вложил десницы и украл. Достоевский и Пушкин – два столпа в русской мировой литературе, и в истории, и в политике. Поэты и прозайки, художники и музыканты, властители дум на перепутье в конце 19 века в России. И в это время споры идут не только вокруг личности Пушкина в связи со знаковым событием. Установка в 1880 году памятник копает на Тверской площади на народные средства. Еще и споры о том, куда идти дальше в стране. Не могла обойтись без этих вопросов русская интеллигенция. Так что же вам либералы такого плохого сделали? То, что совесть человеческую считают превыше всего? Совесть без Бога есть ужас. Такая свобода может запутаться, заблудиться до самого безнравственного. Два писателя-мыслителя, Тургенев и Достоевский, к тому времени уже сформировали довольно четкие общественные идеи и группы западников и славянофилов. И сразу возник вопрос, а кому принадлежит Пушкин? Его значение для литературы и истории страны каждый понимал по-своему. Собрание общества любителей российской словесности, известных литераторов и публицистов того времени становятся трибуны для, в том числе, и политических манифестов. Звали Льва Толстого, но он не поехал, назвав это играми далекими от народа, как и самого Пушкина. После этого даже пошел слух, что Лев Николаевич сошел с ума. Впервые, можно сказать, со времен земских соборов собирается некая общественность. Ну, в основном интеллигенция, конечно, но очень разнообразная. Университеты, всякие общества литературные, композиторы, музыканты, художники. То есть вся русская интеллигенция впервые собирается вместе под сводами этого колонного зала. И я вот всегда настаиваю на том, и об этом писал в своих книгах, что это первый русский предпарламент. В это время в России идет схватка между движением «Народная воля», подпольщиками и террористами, организовавшими взрывы в Зимнем дворце, несколько покушений на императора Александра II и властями. За два года происходит рекордное число смертных казней. Идут реформы, начатые еще в 60-е годы 19 века. Страна ждет, что будет дальше, ждет идеи. И вот в этой обстановке, на трибуну, которая становится общенациональной трибуной, конечно, несомненно, трибуна такая общественная, выходит Достоевский и тихо, негромко, излагает свою пушкинскую речь. Причем поразительно эффект, поразительно эффект. Потому что в зале люди падают в обморок, с паприцем, там, как бежит современница, сделалась истерика, там один студент упал в обморок. Раздается овация, которая никогда не сотрясала своды дворянского собрания. За всю историю, может быть, после тоже. Это самая знаменитая речь в русской истории. Вот рукопись этого сочинения, которую Достоевский писал увлеченным, специально прервав работу над братьями Карамазовыми, вносил множество правок до самого выступления. Хотел сказать самое важное. Очень хотел, чтобы его услышали и поняли. Сам непримиримый Тургенев вышел после речи, прослезившись, обнял Достоевского. После этого в Москве придумали анекдот, мол, Достоевский с кем-то разговаривал, вдруг из-за спины «А, Федор Михайлович!» Тургенев с объятиями. «Достоевский в ужасе. Велика Москва, а спрятаться от вас некуда. И ну бежать». И что же было такого в этой речи? Ничего особенного, отвечают историки. Просто писатель открыто представил обществу все свои идеи, давно уже сложившиеся. И они во многом были ответами на множество наболевших вопросов. Во-первых, Пушкин, по мнению Достоевского, выразил суть русской интеллигенции. Пушкин первый отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Во-вторых, ответил, отчего Татьяна в Евгении Онегине не бросила старого мужа. Его объяснение стало манифестом о назначении русской женщины в обществе, ее судьбе и выборе. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит. И она доказала это. Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? В-третьих, Достоевский представил Пушкина настоящим русским пророком. Он, конечно, гений, европейский и русский одновременно. Но так тонко умеющий чувствовать душу в любой нации, как только это доступно все объятию русского человека. В этом, по Достоевскому, и есть настоящий путь России. «Укажите хоть на одного из европейских великих гениев, который бы обладал такую способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность он именно разделяет с народом нашим, и тем главнейше он и народный поэт». Это эмоциональное искреннее обращение едва не положило дорогу к преодолению раскола и примирению идейных противников. Казалось, что вот же они точки соприкосновения западников и славянофилов. «После выступления Достоевского в трибуну взбежал Иван Аксаков, лидер славянофилов, сказал, что все недоумения разрешены между Западом и Востоком. Все, все в порядке. Так показалось. Это была иллюзия разрешения. На самом деле, конечно, ничего не было решено». У каждого своя правда. И каждый для себя решил, что именно она и победила. Тургенев свою реакцию после речи Достоевского назовет помутнением, а самой ее искусной, но плохой. В либеральной прессе началась яростная критика, на которую Достоевский ответил в публикациях «Дневник писателя», опять же оторвавшись от Крамазовых и еще раз пытаясь донести до всех, что сам давно осмыслил и понял. Но мы и в наши дни обсуждаем, спорим и разгадываем смысл и значение идеи Достоевского. Впрочем, как и всегда бывает с посланиями гениев, переданными через века. Сам Федор Михайлович нам показал это на примере Пушкина. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Продолжение следует...